Вступление в должность губернатора Орловской области проходит раз в пять лет. Настолько выбирают главу региона. Андрей Клычков на выборах 9 сентября набрал 87,77% голосов. По результатам выборов губернатора Орловской области избран Андрей Евгеньевич Клычков, получивший поддержку более половины голосов избирателей, а именно 304 801 голос или 83,55% избирателей, принявших участие в голосовании. В соответствии с частью третьей статьи 66 Устава Орловской области, преступление в должность губернатора области приносит присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации Устава основному закону Орловской области. Клянусь при осуществлении полномочия губернатора Орловской области уважать и охранять права и свободы человека гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации Устав, основной закон Орловской области, верно служить народу. 14 сентября на торжественную церемонию в Орел прибыли Егор Строев, руководитель Компартии Геннадий Зюганов, полномочный представитель президента в Центрально-федеральном округе Игорь Щеголев. Все они поздравляли Андрея Клычкова с важным днем в его жизни и Орловской области. Вы ответственный и эффективный управленец. Под вашим руководством начали реализация целого ряда проектов и инициатив по социально-экономическому развитию региона. Важно, что вы находитесь в постоянном диалоге с жителями области. Результатом такого взаимодействия стало формирование и реализация губернаторских программ, которые призваны решить наиболее важные проблемы и придать импульс к дальнейшему развитию Орловской области. По темпам роста инвестиций в основной капитал область занимает 4 место в Центральном федеральном округе и 22 место в России. В завершении хотел бы напомнить слова нашего президента. Роль, позиции государства в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, производственные мощности, а прежде всего люди, условия для развития, самореализации, творчества каждого человека. Вот я с этим вас поздравляю еще раз и желаю, чтобы Господь благословен был у нас. А источником духовности является для нас капитальный собор в Москве. 1 марта президент Путин поставил перед нами в своем послании очень новые задачи, кроме кадрового обновления, выстроить новый курс, который позволил бы стране выйти на мировые темпы экономического развития. Они сегодня составляют 3,5%. Побороть бедность и все сделать для того, чтобы обеспечить технологический прорыв и войти в пятерку самых могучих и уважаемых государств. Я очень рад, что вы приняли моего товарища, друга, Клычко Андрея Евгеньевича, один из наиболее способных и талантливых молодых руководителей, который прекрасно прошел школу на просторах Российской Федерации, от Калининграда до Дальнего Востока, который впитал уровень высокой культуры управления организацией обслуживания населения Москвы, который великолепно знает юриспруденцию и перед которым стояла задача в течение года трижды минимум побывать в каждом районе, ибо орловчане нефотно всегда принимали варягов. Он справился с этой задачей. 10 губернаторских программ – это 10 шагов Андрея Клычкова. Им Орловская область будет следовать в течение следующих пяти лет. И это верный курс, отметил руководитель Коммунистической партии. Этого же придерживаются коллеги Орловского губернатора. Андрею Евгеньевичу оказал высокое доверие наш национальный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Но что еще важнее, Андрею Евгеньевичу оказали доверие 83% жителей Орловской области, которые пришли на выборы. Это первый результат в Российской Федерации. И что самое важное, конечно, это высокое и доверие, и ответственность перед жителями за социально-экономическое развитие нашего региона. В драмтеатре имени Тургенева продолжились торжественные мероприятия по случаю вступления в должность руководителя региона. Андрей Клычков озвучил планы правительства Орловской области. Среди наших ключевых задач на перспективу стабилизация экономической ситуации в регионе, дальнейшее снижение государственного долга области, выполнение всех принятых социальных обязательств. Безусловно, регион должен быть более активно вовлечен в федеральные программы и проекты. У нас большие планы в сфере инвестиций. Мы будем добиваться решения вопроса о создании экономической зоны в Орловской области. Продолжим работу по улучшению делового климата в регионе. Да, область переместилась в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата с 48 на 28 место на 21 пункт. Но нам нужно двигаться дальше. Для этого у региона есть все условия. Нам нужно активизировать работу институтов развития региона. Нужно создавать понятные и прозрачные условия для бизнеса, привлекать новые инвестиции и приступать к реализации новых инвестиционных проектов. Кстати, в новый состав регионального правительства, который губернатор озвучит в ближайшее время, войдут только профессионалы, отметил Андрей Клычков. Виктория Юркова, Алексей Нескин, Андрей Борискин, телеканал Первый областной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова